Опусти плечо. Опусти плечо. Разворачивай бедро. Вот плечо. Выприми ноги. Тоже падаешь, правильно? Потому что ты хочешь сделать большое, сильное амплитудное действие. Логично? Длинное. Длинное, базарами. Но ноги у тебя стоят очень узко. Поэтому ты падаешь. У тебя ноги стали узко. У тебя ноги стали не неправильно, нет. Они стали узко. Минимально устойчивое положение, я уже говорил, либо ширина плеч, это фронтально, это минимально устойчивое положение. А ещё минимально устойчивое положение в боевой стойке, это когда носок передней ноги и пятка задней ноги стоят на одной линии. Вот это минимально устойчиво, высокая стойка, длинная стойка против низкого противника. Опусти руки. Вот плечи и ноги в одной плоскости. Не выпрямляй спину никогда. Но, вот ты поднял руки, подними голову, не тяни шею-то. Вот, вот и всё. Но при этой стойке, так как ноги у тебя стоят на одной линии, пятка и носок передний, амплитудных действий сделать нельзя. Неустойчиво, потому что, правильно ты говоришь? Понимаешь? При этих узких ногах движения не амплитудные. Движения длинные за счёт вот этого, продольного. Но! Короткие. Поэтому смотри. Поэтому правую ногу правее поставь. Ещё. Во! И стопы параллельные. Вот он. Вот теперь опусти плечики, старина. Наноси правой прямой. Бей правой прямой. Красавчик! А зачем вот так сделал? Дай плечо. Опусти плечо. Вот ты перевернулся. Выпрями ноги. Вот ты вперёд. Наклоняйся, не ссы. Наклоняйся. Да, да. Но только если нога боком стоит. Выпрями колено. Колено выпрями. Наклоняйся. Не падаешь. Вот твоё... Это сейчас максимально длинный твой удар. Посмотри, твой плечо встал над носком ноги. Вот ты максимально влажал. А теперь выпрямись. Не наклоняйся так. Вот ты стоишь. Выпрями колени. Во! Жакула. Развернул носок. Понял? Сфотографируйте. Нет, сфотографируйте нас. Смотри, остановись. Остановись. И на второй, смотри. Стойку становишься. Средняя стойка. Смотри мне. Вот носок ноги. Раз. Нет, ты смотри. Ты на ногу шагнул. А я ногу... Остановись. Ты посмотри на меня. Ты шагаешь на ногу. Ты не знаешь, куда... Насколько ты вперёд корпусом пошёл. А я поднял ногу и носок ноги вытянул. Теперь разворачиваю ноги, и опять ширина плеч получилась. Потому что твоя нога может выйти всегда только на одно и то же расстояние. Длину носка ноги, длину стопы. А эта длина стопы и есть половина ширины твоих плеч. Поэтому, становясь в стойку, не заднюю... Остановись. Да вернись ты. Поэтому, становясь в стойку, не заднюю ногу надо убирать куда-то. А я в противника вывожу переднюю ногу. И поворачиваюсь. И тогда противник у меня между ног, между рук как был, когда я стоял фронтально. Я мог выйти слева и справа на девять. Так и в этой, в боевой стойке. И у меня вот здесь расстояние, видишь какое? Опять ширина плеч фактически. Вот это среднее. Могу шире поставить, длиннее. Фронтальней встать. Уже поставить, носок и пятка на одной линии. Но когда у тебя ноги стоят узко, ты не сможешь делать амплитудное, длинное движение. У тебя почему? Потому что впереди у тебя, посмотри, опора, всего лишь длина стопы. То есть половина ширины твоих плеч. А этого недостаточно, чтобы вложить всю массу. Скрутиться. Понимаешь? Поэтому чуть шире ноги становятся, всё. И тогда у тебя появляется, смотри, квадрат какой-то впереди и сзади. У тебя появляется возможность вращаться туда. Да, только выпрямляя колени. Молодец. О! Интереснее? Красавчик. Спасибо. Пользуюсь.